здравствуйте дорогие друзья март месяц 14 число сегодня мы работаем на даче буквально пару дней назад у нас были еще морозы и сильный ветер но тем не менее сезон никто не отменял что-то было посажено в конце февраля что-то было посажено в зиму векабре но надо на данный момент что мы имеем на грядках в марте месяце здесь вот засеянной крестоцветные культуры на этой грядке вот такие вот мы делаем флажки здесь дайконы редиска редьки брюква ну как бы все в пределах этой грядки далее здесь грядка под зелень то же самое буквально мы сегодня высадили зелень салаты 3-4 вида салатов кориандр и петрушку в остальном вот как видно на видео еще не везде сошел снег такая вот обстановочка здесь все чтобы было посажено в зиму уже давно проросло вот лучок здесь вот небольшая грядка с чесноком но за счет того что был мороз и ветер сильный по высушивала очередной раз нам чеснок страшного в принципе особо ничего нету он в любом случае отойдет что еще мы посадили знать в конце февраля февральские окна еще добавили помимо посаженного в зиму лук сивок вот небольшой участок вот этой грядки и сегодня высадили чернушку чернушка вот пролитая полоса здесь три вида лука такой вот длинненький и фиолетовый круглый вот грядка с клубникой но несмотря на морозы неплохо она пережила тем более и что-то какую-то часть рассаживали какую-то часть не стали рассаживать как раз для того чтобы если что-то замерзнет перемерзнет можно было дальше с этим работать в принципе вот этот пятак их надо рассаживать эти все кусты на этом участке у нас в основном ягоды и сад по над забором малина здесь вот тоже ряды малины здесь смородина несколько кустов но вероятнее всего еще будем досаживать что-то более свежие пошли дальше здесь вот такой аппендикс малиной и виноград малину и виноград то мы все обрезали в зиму также сейчас надо будет весной освежить столбики покрасить виноград весь обрезанный сорта есть винные есть столовые так вот это все на сегодняшний день выглядит будем надеяться что морозы не побили его сильно но если будет потери то вырежем страшного особо ничего нет надо будет обязательно продолжить заниматься садом потому что были под вопросные деревья вот как вот эта груша прямо потому что у нее много сухих ветви и зимой осенью не очень было понятно что живое что нет будем обрезать в процессе и там вот принципе сад орехи яблони игрушки вот они наши просторы также посажена небольшая грядочка щавля как раз я самое хорошее время его сажать можно было даже пораньше идеальная погода он любит прохладу в принципе созревает достаточно быстро единственное надо чтобы было кислая почву потому что она нейтрально или на щелочную может вообще не вырасти вот у щавля какие еще особенности он достаточно морозостойкий то есть наши там 5-6 градусов мороза даже в надежды ночные заморозки он спокойно переживет и при небольшом плюсе он уже прорастает поэтому такая культура интересная ну два сорта посадили один крупно-листный другой такой густой посмотрим какой будет результат также продолжаем сеять горох в марте хотя уже в начале месяца посадили грядки три гороха ну вот осталось у нас немножко пол пакета где-то 3-4 ряда получится гороха еще большом участке также вот здесь вот где обработанная часть участка здесь у нас высажено несколько сортов моркови и свеклы вот флажочки стоят уже отметили для того чтобы понимать где какой сорт и делать выводы стоит ли связываться на следующий сезон с тем или иным сортом что дорогие друзья всех с наступающим посадочным сезоном до новых встреч а